Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует Художественный музей Детской школы искусств имени Анны Семёновой Голубкиной и я, её руководитель, Кондратьева Татьяна Владимировна. У нас праздник нашей школе искусств исполнилось 58 лет, и в честь этого события мы устроили подарок – выставку «Плюшевый мишка. Символ детства». Автором этого проекта является директор Детской школы искусств имени Анны Семёновой Голубкиной Масакова Олесь Вячеславовна. И не случайно мы создали такую экспозицию. Во-первых, это семейная выставка, в которой и пятилетний ребёнок, и его родители, и солидный профессор, и даже подросток найдёт что-то для себя. Во-вторых, она каждому поднимет настроение, кто увидит эти медвежьи лица, про них невозможно говорить морды. А в-третьих, что скрывать? О таком плюшевом подарке мечтал каждый из нас. Так же, как и наши мамы, бабушки, прабабушки и даже дедушки. Да-да, ведь именно мишка – это первая игрушка, которая создавалась и для мальчиков, и для девочек. Мишка – это та игрушка, с которой ребёнок, обнявшись, ложится спать, делится с ними самыми сокровенными секретами, радостями, обидами. Именно мишке ребёнок читает ещё по слогам свои первые книжки. Помните? Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, всё равно его не брошу, потому что он хороший. Эти известные каждому строки стихотворения Агнии Барто из цикла «Игрушки» впервые опубликовали ещё в 1936 году. А в нашей экспозиции есть мишка, которого подарили в том далёком 1936 году. Посмотрите, вот он перед вами. И уже 84 года он хранится в семье нашего сотрудника нашей школы искусств – Филиппова Алексея Александровича. Именно так в чемоданах, в сундучках, в настольных бюро хранились и жили игрушки у наших старших родственников. Ошились мишки из специальной ткани – махер или плюш, а внутри была древесная стружка или солома, а есть мишки, внутри которых даже гречка или макароны. Лапки на шплинтовом креплении, чтобы двигались эти лапки. Хочу ваше внимание обратить на интересную азбуку на кубиках. Посмотрите, на кубике с буковкой «М» мы увидим, конечно же, изображение медведя. А рядом находится настоящий раритет нашей выставки – мишка, которому уже 94 года. И видно, как шерстка его уже потрепалась, как уже неоднократно, но бережно его штопали, и ушки у него в разные стороны. И непонятно, это было задумано так изначально или просто случайно пришили неровно, когда они оторвались. Но, несмотря на это, Мишка нашел свое место среди игрушек семьи Натальи Андреевны Гребенщиковой, педагога детской школы искусств имени Голубкиной. А дополняет эту часть экспозиции живописные работы другого нашего педагога Ольги Борисовны Никитиной. Выставку украшают и детские работы победителей школьного конкурса «Символ детства». А в этой витрине вы увидите медвежью маску из спектакля, который использовали еще в 80-х, 90-х годах прошлого столетия. Ведь Мишка – это один из главных героев и басней, и сказок, и рассказов, и, конечно же, спектаклей. И самое интересное, Мишка Косолапый – рекордсмен по поздравлениям. Именно его чаще всего использовали на открытках поздравительных, и с них он поздравлял наших граждан Советского Союза. Мы не смогли пройти мимо такого интересного факта и собрали целую витрину антикварных открыток с изображением мишек. Но современным детям больше нравятся фирменные, пушистые, разноцветные мишки. И на нашей выставке такой гость присутствует. Представляю, Карл Густав VI. Таких медведей всего шесть в мире, и только два из них находятся в России. Один из них здесь. Изготовили этого коллекционного медведя на ферме Барбары Буковской еще в 1990 году. Приехал он к нам из Москвы, из частной коллекции Евгения Александровны Рапопорт. Внутри этого медведя находится металлический каркас и специальная набивка. В нашей стране проживает Мишка Косолапый или Копатыч. В США – Мишка Тедди. А в Европе – Штаев. Как всем известно, происхождение мишек Тедди оспаривают до сих пор между собой Германия и США, еще с 1902 года. В то время американцы назвали Мишку именем Тедди в честь 26-го президента США Теодора Рузвельта. И в этом же году немка Маргарет Штаев, к слову сказать, колясочник-инвалид, выпустила медвежью мануфактуру, которая и сегодня производит самых дорогих мишек Тедди в мире. Тедди сейчас – миниатюрные мишки высотой от 2 см, махеровые, плюшевые, с классическим дизайном или крейзи, винтажные и современные. Наш мишка всегда был близок к спорту, как на этой работе нашего ученика Монахова Романа. Ведь не случайно уже 40 лет назад мишка стал талисманом 12-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве. Вот он, добродушно улыбающийся, уверенно стоящих на задних лапах. Косолапый мишка стал властелином Олимпийских колец и властелином многих, миллионов сердец советских граждан. А уже в 2014 году появился его собрат – белый олимпийский мишка. Помните, талисман в Сочи? На этой выставке в каждом уголочке можно случайно увидеть игрушку, которая пробудет память детства. Вы ее видели когда-то, давно, но уже почти забыли. И вот она опять рядом с вами. Это удивительное ощущение. И вот такие впечатления, замечательные ощущения я желаю всем, кто посещает нашу детскую школу искусств имени Анны Семеновны Голубкиной. О самой школе – сибирского здоровья, как у Мишки Косолапого. Олимпийских достижений, как у олимпийского Мишки. И процветания, как у Мишки Тедди. С днем рождения, школа! С днем рождения, школа! С днем рождения, школа! Олимпийские достижений, как у Мишки Тедди. И варенье попадет! Звучит музыка Ох, сегодня настроение у меня варенье Ты варишь свое варенье необыкновенное С днем рождения, школа!